Продолжение следует... То есть от слова сейчас. Не в погоне за счастьем не замечаешь настоящего, а замечаешь его, когда оно становится прошедшим. В погоне за будущим. И вот во многих русских словах небо. Не Бог. Почему? Бог не в небе, а в нас. И даже это определено русским словом. Что такое слово «беда» без еды? Русские люди не слышат своего языка. Они забыли это в погоне за идеалами Запада. Запад лишь живет миром потреблением. Нашу историю записали историки, купленные торговцами. Летописи писали люди по заказу торгашей. Весь мир с какого-то момента попал под торгашей. И кривда стала выдаваться как правду. Произошло это в районе Средиземного моря. Прошу только на какие национальности не переводите. И произошло это примерно 7-8 тысяч лет до нашей эры. И оказалось, что до этого именно на территории России существовала жизнь. Более того, цивилизованная жизнь с точки зрения мышления. Я не фантазер. Многие фантазеры это знают. И поэтому я поехал на Росток. Я побывал на Росток. Я бывал... Аркаим вы много не слышали. Наверняка здесь люди просветленные, продвинутые, знающие. Аркаим, Южный Урал. Город, построенный. Небесная сфера воспроизведена. И вот в конце 80-х начинают открываться факты. В конце 80-х ученый Станович звонит в политбюро СССР и говорит. Вы плотину строите. И там откопали удивительные вещи. Может быть не будете плотину строить. Яковлев, агент влияния Запада, как его мы называли. Ему надо было хоть что-то сделать против коммунистов. И сделал он хорошее дело. Он добился того, что плотину перестали строить. И пошли археологи и откопали город. Откопали несколько поселений. Так же, как Москва, радиальные, кольцевые. Просто в другом совершенно масштабе. Я был там. Меня Станович водил по этим местам. Две с половиной тысячи лет до наше. Что это значит? Это то же самое, что строительство пирамид во время. Но есть одно новое. И очень существенное. Люди, жившие в Аркаиме, были гораздо более развиты, чем те, которые строили египетскую пирамиду. Потому что там был камень, дерево, а здесь была бронза, оказалось. Причем в каждой печи, в каждом доме была печь по выглавке бронзы. То есть это было домашним таким ремеслом. А в Грецию на пятьсот лет позже пришла бронза. И весь мир считает, что бронзовый век наступил с приходом бронзы в древнюю Грецию. Раз. Несвезуха. Дальше. Я поехал в Триполи. Триполи на Украине, западной Украине. Шесть тысяч лет на наше. Города по двадцать тысяч человек. Кстати, чтобы вы знали, Россию, не Россию, Россия не было в то время, я неправильно сказал. Народ, который жил у нас, называли страной гордариков, городов. И это называли еще кельты до нашей эры за несколько тысяч лет. Уже называли гордариков. Позже в Сибирь называли тартарией. Отсюда в тартарары, отсюда татары. Это так, к слову. И вот я был в Триполи, шесть тысяч лет до нашей эры, я видел эти города. По двадцать тысяч человек тоже, они по кольцевой системе. Такое солнечное построение небесной сферы. Вазы, у меня даже дома вазы шесть тысяч лет до нашей эры. Но что интересно, когда спрашиваешь у украинских ученых, кто там жил, они говорят, мы не знаем, врут. Они все знают. Просто им сказано, чтобы они утверждали, что это средиземноморская цивилизация. Они хотят даже предками от нас откололиться. Они не хотят, чтобы у нас общие предки были на сегодняшний год. И поэтому ученые врать не могут, они просто не говорят. Им запрещено это говорить. Но получилось так, видимо, я кое-что буду говорить, видимо, чтобы ученые на нас с вами, после того, как вы будете размножать это все, видите, доказательства какие-то есть для меня, для них их будет маловато. Но когда Коперник говорил, что Земля, вокруг Земли ходит Солнце, между прочим, у них были все доказательства ученые, потому что Солнце ходит вокруг Земли. А многие знали, что это наоборот, но не говорили. Поэтому у ученых в русском языке есть замечательное выражение. Позволю себе хамство. Ученые в говне моченых. Дело в том, что они действительно изучают книжки, а потом выкишут свою книжку. Так нельзя про всех ученых говорить, не все так. Но в советское время, особенно в конце существования Советского Солнца, ученые, лингвисты вообще закрыли все темы. Они вообще прекратили всякое знание нашей истории. Я понимаю, Лихачев был на зоне, он был в ссылке. Знал он или не знал, не знаю, но это была абсолютно западная теория, которая преподавалась в истории. И вот интересно, что в Триполье люди сожгли города и ушли. И в это время, я вам только факты говорю, не утверждаю, появляется шумерское государство. Через 500 лет. Ну, плюс-минус, конечно. Я очень примерно это говорю. Ученый скажет, не 500, а 450. Не имеет никакого значения. Главное, что времени на переход хватило. Правда, это гипотеза. Но, есть еще одно доказательство. Боги шумерские некоторые по именам совпадают с богами трипольскими. А трипольские боги совпадают с богами на Урале. Например, бог Ураж. А Ураж, вы понимаете, что это значит У-РА. То есть, солнечный бог. Отсюда и Урал, лежащий у Солнца. Это древнее-древнее время, когда нашими богами были солнечным годом. Потом наши предки предали солнечным богам и пришли к домашним богам. И в этот момент многие слова меняют свой смысл. Например, Крамола становится словом отрицательным. А Крамола — это молитва к богу Раму. А Волга называлась рекой Раму. Когда наши волхвы пришли в Египет, они назвали них рекой Раму. Но мы уже знаем египетскую цивилизацию, но мы не знаем, что пришли туда те, кто жрели Кли, то есть жрелицы. И мы не знаем, что название средиземноморское происходит от названий древнего нашего пронарода. Это носителем языка, которого являются славянские народы. Нельзя говорить русский. Русский, украинский, белорусский, немножко латышский, литовский, сербский, естественно, чешский и япольский. И мы как двоюродные, троюродные родные братцы. Весь материк был заселен людьми, которые говорили на одном языке. И это существовало много тысяч лет, начиная с Калиного века. Я был на раскопках в Костенке. Смотрите, какое название. Костенке. Там кости всегда были. И люди знали это. И археологи знали. Но начали копать сегодня кто? Американцы. Они узнали про эти раскопки и дают гранты на работу археологов. Они дают 20% остальное забирать себе. То есть они просто банки раскручивают на это дело. И мы поехали туда с писателем Алексеевым, который написал «Сокровище Валькирии». Ну что, мы видели жилища, построенные в ледниковый период 22 тысячи лет до нашей эры. 22 тысячи лет. Подвородышем. В ледниковый. Остовы этих жилищ, фундамент, кости мамонта. В то время было безотходное производство. Мамонт шел во все. И в пищу, и в шерсть, и жили кости, и в фундамент делали. Это был ледник. Ледник туда приполз. Скажем так, примерно 20 тысяч лет до нашей эры. 22, 25 может быть, да? Люди не приходят жить в леднике. Значит, они жили там раньше. Никто из Африки не пойдет жить в леднике. Эта теория заселения из Африки, она не выдерживает никакой логики. Потому что на север люди не идут за хорошей жизнью. С севера на юг идут. Стали дальше разбираться. 44 тысячи лет до нашей эры. Поселение в Костерке. И это доказано сегодня кем? Американцы. Им можно верить. Тут они не врут. Тупые-тупые освобожают. Когда надо. Потому что если бы наши датировали, они бы сказали 100 тысяч лет. Американцы не привыкли брать. Им надо деньги всю жизнь раскручивать, а не один раз. И действительно, что такое 44 тысячи лет до нашей эры? Да еще 42 тысячи лет до пирамиды. Получается, сегодня американцы раскручивают теорию заселения всей Европой. Всей Европой людьми с нашей территории. Но это они раскручивают. А мы не знаем. Многие уже знают. Но, в принципе, знают мало людей. Итак, Триполе. Кстати, еще один Энлиль-Бох тоже был в Триполе. И он же у Шумеров. Получается такая картина. История всего. Вообще, я вам скажу. Вот летописцы некоторые были очень умными. Им заказывали написать, возвеличить царя, возвеличить катардаша какого-нибудь. А они делали хитрейшие штуки. Они допускали ошибки в летописе. И это самые умные летописцы, чтобы мы сегодня, логичные люди, по ошибкам думали, что-то не сходится. Стали копать и нашли правду. И вот такими были многие. И Нестор был гениальным. Он допустил ошибки. Ветхий Завет написан с ошибками. Но когда начинаешь его читать, понимаешь, что правда в другом. Иисус никогда не был христианином. Он вообще не был. Он был язычником. Он был против фарисеев. Он был против... Он был... Хорошо, язычник слово сегодня плохое, хотя оно означает, я зычу естество. Я озвучиваю природу. Это природоведение. Это вера без религии. Это жить на земле, чувствуя природу, как бабочки, как пчелы. То есть жить радостно. Что такое радость? Достать рак. Что такое радушие? Светлая душа человека. Что такое храм? Хранилище света. Что такое рай? Скопление света. Что такое святой? Святой. Святой. Тот, кто свет чувствует. Это все в нашем языке есть. И, наконец, гениальное русское слово. Почему, как я говорил уже на концерте, нас нельзя победить? Да потому что, если к нам пришел, мы «Ура!» прокричали и все. Ура! Это привлечение солнечного света. Энергетики. Наши предки солнечные. И поэтому наша страна называлась, не страна, края, Россия. Сияние рад. То, что я сегодня говорил на концерте. Отсюда произошло слово «Раша». То есть сияние по-русски «Шайн», «Ра-Шайн» есть «Раша». Но они не знают этимологии этого слова. И им даже на ум не придет, что основа и корневая основа слов лежит в нашем языке. Я мог бы тысячи примеров вам привести. Есть такой ученый Драгункин в Питере. Драгункин несколько тысяч примеров в каждом языке нашел происхождение от русских корней. Он называет русскими. Я бы поосторожнее был. Не надо эту идею превращать в шаминистическую. Это проязык, носителем которого являемся мы, славянские народы. Но мы забыли это все. И получилась следующая история. Причем он даже доказывает, что и японский язык произошел. Он доказывает, что китайский. Я когда впервые увидел... Знаете, у меня так интересно в жизни получается, с тех пор, как я стал природопедически чувствовать мир, вот я ничего не ищу, что мне надо ко мне приходить. Только я не ставлю целью заработать денег. И они мне приходят ровно столько, сколько мне надо. А мне надо немного. Золота у меня нет. Я считаю, что если мужчина носит золото, он жлобом будет. И сплю я на полу. У меня матрас лежит. И гламура у меня нет. У меня даже в Подмосковье ничего нет. Из ни коттеджа, ни дачи. Потому что я родился в Риге. И я в Подмосковье не могу найти море с соснами. Мне нравятся мне вот эти заборы из плит разобранных ракетодромов. Я не могу. Я в смысле быта, я европейский человек. В смысле души, я восточный человек. В Подмосковье мне это не нравится. Браво того, это неадекватно деньгам. Затем у меня денег просто жалко. Кстати, слово деньги интересное. Деньги. Деньги – это движение. Движение на день. То есть, очень точное слово английское «carency» – текучка. А «манить» пришло в слово «маны». Манить, манить, заманывать, заманывать. Что такое «в север»? «Ц» – вера. Там созрела первая вера. А есть русское пословице «держи голову в холоде, ноги в тепле». Почему? Голова соображает лучше в холоде. На севере развивается сознание всегда. На юге ничего не развивается. Посмотрите сегодня. Говорят, почему обезьяны не становятся людьми в нашей жизни? Да потому что они на юге все. Нашли не могут не становиться. Им и так хорошо везде. И на севере быстро начинают развиваться сознание и появляется язык. И там созревает огромная страна гиперборея, откуда мудрость идет постепенно во все уголки земли. Каким это было царство 39-е, 30-е, которое сохранилось в памяти наших сказок, я не могу сказать. Некоторые утверждают, что были летательные аппараты, на которых Геракул летал, Аполлон летал. Вполне возможно. Не знаю. Но только в какой-то момент происходит катастрофа, описанная в славянских мифах и ведах индийских. Черный бог украл белое солнце. Резкий поворот земной оси, в силу чего трудно сказать. Многие погибают на земле. Но вызревший там человек разумный начинает движение к югу, потому что там начинается оледенение. И он идет разными путями на юг. Часть людей уходит очень разумных, созревших, мудрых, у которых есть язык, есть пословицы, есть знания, есть вера природоведическая. Веды, извините. Именно веды, от слова веды. Ведь индусы что сделали? Что хранит Индия? Индия это файл, который хранит информацию, которая могла бы потеряться. Но индусы не понимают, что они хранят. И только один ученый Тила, сто с лишним лет назад, сказал индийцу, индусу, сказал, веды пришли к нам с севера России. Потому что он проанализировал веды и понял, что вся мудрость пришла. Вы посмотрите, северные индусы белые. А южные черные. Потому что в Индии жило племя дравидийцев. Огромный народ дравидийцев. Тантра это философия дравидийская. А пришли белые. Арии. И они, наши волхвы, стали их брахманами. Брахман, это бога Ра. Ха, это равновесие, означает. Аман, Ману, это первый человек по индийским ведам. И они стали брахманами. Или брахманами, там, я не знаю. И записали веды, и придумали первый язык письменный, чтобы не потерялась мудрость. Они почувствовали опасность какую-то. Мир попадет под таркаши. И надо записать правду. Потому что те поменяют плюс-минус, и не станут. В мир придет лукавство. Придет коварство. Сказка о колобке. Колобок. Это земля. Дед и баба. Две сущности бога. Испекли колобок. Колобок. Это солнце. Это вы знаете. На боку катится вокруг солнца. И пустили. Энергиями всеми ее обработали. И покатилась земля вокруг солнца. И волка прошла. И медведи. И агрессия. И войны. Все прошел колобок. Ничего ему. Лиса. Падла торговка. Лукавая олигархичка. Опасность для человечества представляют. Даже не торговцы. Идеалы торкаши. Торкаши должны существовать. Но они должны жить по законам рабочего человека. Ра. Бо. Ра. Солнце. Бог. Бог. Че. Это чутье. Чувство. Чудо. У англичан вообще нет буквы Че. Им не надо. Они двумя. И они нас еще учат. Как нам грамотно жить. Они пишут Манчестер, произносят Ливерпуль. И они нас будут учить логики. У них они выбросили часть букв. Даже. Своих предков. Им не нужно. Им быстрее торговать надо. Быстрее воевать. Быстрее добраться до прибыли. Колобок об опасности, которую несет все торговцы. Все народные сказки имеют другой смысл. Обыватели не понимают и пересказывают в чисто обывательских каких-то образах. Что такое коза? О семерых козлятках? Я Владимиром вчера рассказывал. Сказка о... Как она называется? Волка с семерых козляток. Вверх семь. Это очень точное число. Любимое число Бога. На седьмой день Бог отдыхал. Семь раз отмерять не отрежь. На седьмом небе от счастья. Он был, когда сделал мир. И семь особое число. Семь нот. Семь чакр. Семь цветок, как и семь чакр. Нужно у каждой чакры справиться. Чакра вообще по-русски вихает. Оно просто перешло в слово чакры, выйдет. Вообще это наше слово вихает. Потому что крутится в эту сторону виха. Если вы, кстати, будете крутиться поутро, у вас цирки весь день пройдет лучше. Только не надо сразу много крутиться. А с трех начинать, крутиться, через день увеличивать. И вот если довести и... Что-что? По часам. По часам. По часам. По часам, если вы стоите на часах. Да-да, но я точно отвечаю. Я у Запада учился рациональному мышлению. А у нас эмоционального. Да-да. И это доостовый упрощение. Оно раскручит вихрь. И если человек делает три оборота и падает, у него нет молодости. Уже уходит молодость. Энергия сквокоживается. А иногда молодой человек не может трех раз прокрутиться. Это не дипофис. Это уже энергия начала ставиться. Но люди просто многое не знают. Так. Возвращаемся к семерам козлятам. Непростая сказка. Коза. Почему коза? Камни. Что такое камни? Что такое душа? По-русски. Ка. Отсюда капище. Душа. Пища для кап. И отсюда гениальное русское слово пока. Иди по душе. Вы замечали, что русские люди все говорят. Целую. До свидания. Прочаю. Все. Ну пока. Абсолютно ничего не горло, казалось бы. С точки зрения рационального мышления. Ты уже тысячу раз попрощался. Что тебе еще пока? Говорит. Это в нас. Мы не можем не определить идти по душе. Но люди этого не знают. Покаяние. Камень. Душа мне. Камни, как магнитофоны. Энергетику записывали. Духовная. Как магнитофоны копили всю информацию. И с высеченными чертами и резами назывались казы. И вот ведическое животное ходило по камням. Поэтому считалось мудрой, что считывая информацию, ее назвали каза. Она ведунья. Ведьма. Что такое ведьма? Ведующая мать. Сокращение. То есть очень положительное слово. Эта инквизиция поменяла плюс-минус в местах. И она говорила козлякам. Детишки. Отлучиться надо. Придет торговый. Торгаши придут. Придет торгаш. Он так свой голосок перекулет. Не доверяйте ему. Не открывайте ему свои сердца. Но волк сутьяра. Как же он перековал себя. Вот типичный наш олигарх. Самонухи такие поставил существенные. Что козлята, конечно, ну как, но они ничего не поняли. Конечно, они открыли дверь. Шестеро только было съедено. Это тоже очень важно. А седьмой остался, спрятался за печкой. И вот вернулась коза, и он ей все рассказал. И вот так тяжело было за печкой. И паутильно там, и грязно, и пыльно. Но он выдержал. И горячо. И все рассказал маме. А она мудрая. Она поняла, что нельзя с торгашами бороться. Не бодаться нельзя. И она решила применить свои способы. Мудрая она пришла, а волк развел костер. Вот как сейчас в Передней Азии. Разгорается костер. Торгаши уже развели костер. Уже он разгорается. И вот он грелся у этого костра. Волк, Торгаши. И коза ему говорит. А давай соревноваться. А вот это ему понравилось. Кто через костер перепрыгнет? Это первый вариант сказки. Они стали прыгать через костер. Волк обожрался. Он в мире потребления живет. И поэтому он не перепрыгнул. И козлята выскочили. Он сгорел. Козлята выскочили. А коза, она не обжиралась. Она перепрыгнула. Пошли домой. Морально. Один козленок должен остаться в живых, чтобы передать информацию. Таким козленком стал русский язык. Вот он передает правильную информацию на самом деле. И я часто поэтому обращаюсь к этим словам, которые имеют правильный, правдившний смысл. Я сегодня сказал, что слово страдать было хорошее. Но оно стало плохим. Так же, как слово свекровь было хорошее. Потому что святая кровь. Но в наше время уже пишется Е, свернулась кровь. И многие убоги. Хорошее слово. Блуд. Блудить. Ходить. Но когда мужики стали ходить в другую сторону, это стало плохим. И так многие слова поменяли смысл. И вот этот народ в Гипербореи. Я возвращаюсь к тому же, чего начинал. Не всегда. Поэтому вы меня иногда поправляете. Из Гипербореи условно называем. Такой страны нет на картах. Мы называем эту мифическую страну. Но похоже, что там была жизнь. Там вечная мерзлота. Раскопать невозможно. Ничего. Но вечная мерзлота сейчас отступает. И все время открываются новые раскопки. Доказывающие, что человек созревал там. Они идут. Часть уходит куда? В Америку. И там становятся кем? Бога не индейцы. Вы знаете, что все индейские боги? Индейские в Америке. Они голубоглазые и светловолосые. И бородатые. Типичные наши страны. Я видел даже зарисовки у перуанцев. Видел у племени майя. У племени майя Кукулькан. У ацтеков Кицалькатль. А у перуанцев Веракочи. Все голубоглазые. И у них там что-то произошло. Короче, они оттуда потом сгинули. И индейцы сейчас ждут приходы этих богов. И когда приехали испанцы, пришли на кораблях, они думали, что это вернуться от Кицалькатли. Они не ожидали такого погрома, который устроили западные меры. Была дара, от которой я с Тауром рассказываю. Наша Николаевна Зонсана, дара меры. Туда отправлялись души усопших. Отсюда мера жизни. Отсюда мера. Когда стали торговать, появилось слово мера товара. Потом мерка, когда товар стал мелким. Потом, когда боты отделились от славян, это стала марка. А когда стали торговать в одном месте, маркет. И сегодня маркетинг возвращается к нам от нашей горы меру. Но опять этого никто не знает, как никто не знает, что такое попкорн. Это популярная сорная еда. Потому что корн это с русским. Так же, как английское слово угол означает кона. Кона пишется через русское с. Сорня. Там сор выбрасывали. И так многое начинает открываться, когда вводишь, зная корни русского языка. Когда начинаешь копать, получаешь. Что такое дон? Река. Лоно на дону кусочек земли на реке. Лоно на дону превратилось в лэнд. Кусочек земли по-английски. Лондон это лоно на дону. От нас отделились из гоя. Ушли, хотя сегодня шутил. Но в этом есть доля правды. Ушли туда с богом Велесом. Велес бог скота. И отсюда уэллс. А скот скотландия. У шотландцев до сих пор наши старинные славянские обряды, которые мы потеряли. Но когда все это созревало на территории России, вот идут народы, переселяются на юг. Они идут тысячелетиями. Это же не на войс, где они едут. Тысячелетиями движутся. Они оседают в лесостепи. Что такое лесостепи? Очень хочется плотиться. И лесостеп начинает рожать новых, новых, новых. Матриархат. Извините, милые женщины, но вы мир не раздевали. Вы прозябили развитие рационального мышления человечества. Сто тысяч лет на земле практически не развивалась наука. Не развивалась рацио, а развивалась эмоция. И пацаны, которые уже вели людей при переселении, женщин не могли руководить, силы не хватало. Пацаны начали говорить, да сколько можно им подчиняться. Они стали сбегать от матриархата в болотах, в лесах и воровать баллы. Откуда появился обычай. Какой? Воровать небес. Обычай вообще очень интересно. Тогда хоронили не как в гробах, нет, а возвращали в положение, в котором человек матки находился. Вы замечали это в древних частях? Какое все выражение? Загнуться. Чтобы ты загнулся. Чтобы ты попал обратно в это положение. Судя по всему, я правду говорю. Я еще раз говорю. Это вроде как полуфантазия. Но они очень логичны, потому что очень много совпадает по языку. Народ, который стал переселяться, это были кочевники Арии. Те, которые оставались на своей земле, стали славянами и скалоттами. Скалотты это мудрейший каста. Практически со славянами одного разлива. Мудрецы, маги, волшебники, волхвы. Отсюда слово школа. Латинская школа. Очень много латинских слов происходит от русских. Например, как? По латыни яйцо. Оба. Обал. Как по латыни время. Ора. Эра. Пара. Что такое аве? Слава. Ава Мария. Слава Мария. И так множество слов латинских. Это обрубленные. Что такое витта? Жизнь. Была у нас вагиня. Она вила, не жизнь. Вагиня сва. Вила. Вить. Вот вам и жизнь витта. И вот так попнешь поглубже, оказывается, что во всех. Я испанский, даже не хочу учить. Я слушаю испанский язык, фильмы, я все понимаю. Мес пуэста, месяц пуста. Мулен руш, лен раш. Украинское слово. И получилось так, что весь этот народ завел весь материн. Расплодился безумно. И главным, кстати, Иордан, Ярдон. Паленый стан, Палестина. Ирий. Это рай по древнерусскому. Ирий, Даны, Иордания. И множество. Пруссия, Поморская Русь, Вена, Венеды жили. Венеция, Венеды жили. Сербия, Серебряная Русь. Сканды народ ушел в мирнаве. Скандинавия. И так расшифровываются многие слова, которые завод просто не знает. Они даже не знают, откуда у них слово «восточ». Как Пасха по-английски? Ист. Ист. Исток. Откуда они пришли? Как Пасха по-английски? Ист. Праздник восточный. Они даже это не думают, что они принесли. А мы Пасха, мы взялись среди земноморских слов. Потому что мы попали под пиар Рима. Скифы не давали распространиться торгашам. Вообще, посмотрите на границы Рима. Самое поганое государство, которое было в истории, это Рим. Среди земноморских цивилизаций пришли. Вот вверх апогей бессовестности и безвзрастности, это Римская империя. Она пропиарена как главная в мире. Сегодня Америка, все являются продолжателями римского права. Закон Божий один. А правда черта и конституция. Значит, они все не правы. А закон Божий в русских пословицах. Значит, пословица только единственной сводбы. Кстати, староверы живут удивительно нравственные. Какие же они нравственные люди. Они живут по пословицам. У них в доме до сих пор матриархат. Женщина главная. Мужчина главный добытчик. Он как министр иностранных дел. А женщина министр внутренних дел. Они не изменяют женам. Они не пьют, не курят. А на годиках я не говорю. Как можно было их сегодня назвать преступниками? Это самые добропорядочные люди из всех, которых я видел на земле. Для меня. Я никому не навязываю эту точку зрения. И вот, наконец, все эти торгашеские государства превращены. Вся сила собирается в Риме. Этруски, я вам говорил сегодня. Вся сила Рима была в Этруске. Самоназвание Этрусков расцельное. Это самоназвание. Это бы они говорили почти на нашем языке. Но уже более рациональное. И поэтому в Латынь перешло очень много наших корней. Цезарь говорил, что он Этруск. Все белые римляне хвастались, что они Этруски. Отчеркнуть пришли с юга. До сих пор в Италии юг и север различаются. В Испании различаются. Везде различается север и юг. Даже в Штатах различается север и юг. Потому что север всегда более научен, духовен. Всегда более тонок в мировосприятии своем. И посмотрите теперь на римскую цивилизацию. Куда дошли границы Рима? Только туда, где были славянские государства. А там и посусал их доверять. Ни одного славянского государства Рима не забывали. И никто об этом не говорит. Да вот взгляните на карту. И вы увидите, что чуть-чуть затронули только Великобританию. Ну, бритов затронули. И тот чуть-чуть. Дальше города Бата не прошли. Но и тут начинается священная война. Первая священная отечественная война. Славянские. Славяне не переносят рабство. У нас были рабы у скифов. Но они получают зарплату. И раб от слова рабочий был. Как по латыни раб. Славус. Мечтой. Рабом сделать. Это было завоевать славян и сделать рабами. По-английски поэтому раб слэй называется. Это от нашего слова. И вот, когда Рим достигает потрясающей безнравственности, окончательной, объединяются все народы славянские. И говорят, надо уничтожить. Торгашей надо с лица земли стереть. Потому что это идеалы жира. Слово богатым, слово бог. А жир это то, что мы называем богатством. Поэтому называли жирный человека, того, которого мы сегодня называем богатым. Это точнее слово. Они объединяются. И так вловили им. Их назвали вандалами. Это объединенные народы, которые уничтожили рабство. Никто же не задумывается, что с этого момента на земле перестало существовать рабство. Но вандалы, это объединенные народы наших предков, попали под пиар Рима. Им так понравилось. Им понравилось то, что они недоумничтожили. И они сами попали под власть жира. И сами перестали существовать. И они заслужили порицание в этом. А не в том, что они гранили римские дворцы. В римских дворцах было самое страшное, из-за чего началась эта священная война. Папирусы писались на коже человеческой. Самые дорогие. И самые дорогие на коже славянских детей писались. И эти папирусы надо было придать огню. Просто похоронить. Чтобы они были развеяны. Вот из-за чего началась эта война. Но летописи писали торгаши. И они изменили все. Эту историю. И надо немедленно писать роман об этом и об этом. Теперь дальше. Все рассказать я не смогу. Вы понимаете. Но так, чтобы вас заинтересовать. Дошли до первого языка мира. Он только в нашем языке. Можно его расшифровать. Как созревал язык? Появлялись звуки. На природе. Вот интересно. Чтобы вам фантазию по моим. Ученые провели опыты и обескуражены. Действительно, самый сильный звук, который издает человека. Волна звуковая. Это звук Б. Б. Это внутрь. А Б наружу. А О объединяющий звук. БО. А Г граница. БО. Квантовая механика подтверждена. Интересно, что цвета радуги расположены друг за другом и произносятся, вы знаете, как красный, оранжевый, жёлтый пинеток. Так вот, вибрации этих слов, частоты, пропорциональны частотам световым, как меняется. То есть красный — это низкая звуковая частота, а фиолетовый — высокая. И вот так постепенно. Как в слова могло это попасть? Как это не было квантовой механики? Волновая механика. Квантовая — это наука, а как само явление — это волновая механика. И сегодня многие русские слова подтверждаются учеными, которые работают в этой области. Более того, я вам приведу самый неприличный пример, который хотите. Буква Х означает «Х-хромосома», а буква У — «Х-хромосома». А буква И — это мужик, фалосом, тянется к этой женщине. И взрыв волны энергетической. То есть это не ругательство. Это мантра рождения новой жизни. Вот почему наш народ пишет это на забор. Потому что это не ругательство. Ведь слово «член» никто не пишет. Потому что этого нет. Член и есть член. Это другое. Как это могло бы родиться? Я вам объясняю только одним. Интуиция. Интуиция матриархата эмоциональная. И так можно разобрать множество слов. Звук сгущался. Сгущайте. Материя появилась. Вот откуда АМ ЕМ Америка АМ Америка Я убораю от собственных выводов. И я вам честно скажу. Я уже не знаю, где правда, где нет, но когда люди смеются, обычно правда. И вот это я знаю. Правда, по-ра, да. И интересно вообще азбука русская. Англичане не знают, откуда слово бук. Я вам говорил сегодня. От слова буковая дощечка, где вырезались первые черты резы, потом превратились в слово буква. Ва – это вода сначала, а легче резать было. И вот получилась буква. Бук – английское от этого слово. Кстати, интересно слово лав. Это наша любовь, только любовь – это лю, это любовь, бог. Бог – верность и женский мягкий знак. Они выбросили мягкий знак и бог. Получился лав. Их любовь – это безбога. Контракт подписать. Врачный. Какой бог? Бесприбыльное существо. Только если выбросить у него что-то. Вот их. Еще интересно. Буква Р. Р. Мужчина. Вообще все буквы наши, наши, заглавные. Заглавные буквы не для того, чтобы писать быстро. Это руны. По-латышски говорит рунат. Руны были не норвежцы, как мне скажут ученые. Они от нас пришли к ним, просто засечены были только там. Потому что у нас никто не собирался это хранить. Это было просто знание и все. Мужской половой орган, женский половой орган. Соедините мужской с женским, здесь сперматозоид жизнь. Ж. И вот так все-все буквы нужны. И М. Вот два мужских знака. И другие. Этого нет нигде. Эти знания потеряны с переходом мира в потребительскую сущность. Мир потребления, вот он опасен для человечества. Единственное, кто может выручить человечество, это Россия. Почему? Потому что это Евразия. Только у нас такое количество людей ночью может собраться. И нужно послушать. Человеку, у которого дикое количество мусора в башке. С точки зрения Запада, это мусор. Я говорю, это чушь, это не приносит денег. Значит, это уже не должно быть. Я сегодня вам говорил, стихи читаю, пишут молодые люди. На Западе нет этого. Вы посмотрите Голливудские фильмы, 150 раз слов задница, а стихи ни разу ни в одном не произносятся. Почему? Потому что у нас мы на своей земле. Они наши дети, тинейджеры. Мы родители. Мы корни этого дерева под названием человечество. Но корни всегда не красивы. Красивы листва. Но если листва обрубит корни, они сами загнутся. Эти знания, которые я даю сейчас, имеют большую опасность. Мы главные. Не они, а мы. Наш язык главный. Это не так. Мы несколько раз преступники, что мы предали наше прошлое. Мы обрубили пословицы, о которых я вам сегодня рассказывал. Мы забыли собственный язык и суть собственного языка. Мы забыли природоведическую суть нашей жизни. Мы пошли за идеалами Запада. Вот почему мы плохо живем. Нам не дано это. Мы можем взять с них умение строить дороги, аэропорты, котлы, водопроводы. Но не голливудские фильмы, не западная реформа образования. Если мы им уподавляемся с точки зрения духовности, нам киртык. Нам это вообще не дано. Самые замечательные люди в российской глубинке существуют. Я был на Алтае, там до сих пор повозят девушек ночью, пацаны, и не берут с них денег. У нас девушки, если на дороге голосуют, это проститутка. А у них нет. Они не берут деньги, лишь не положено. Ну как это стыдно взять деньги и подвести человека. У нас сохранялись удивительно светлые люди во всей нашей России. Только в России существует выражение «уму-разуму». Разум – это просветленный ум. Нельзя перевести на один из них. Потому что в разуме существует. У них ум и разум. Вот очень интересно. Очи у нас, а у них глаза. Глаза – глазики. А очи очаровывают. Очи им нужны. Им нужны глаза. Чтобы торговать, нужны глаза. И воевать нужны глаза. Уста. Устанавливать истину. Рот. У них есть слово «род». Уста даже не объяснить, что такое. Поэтому нельзя перевести Пушкина на английский. Он будет плохим боевым. Потому что слова. Другие. Мантровость другая. У них есть род. Кстати, интересно, что все части тела правильно названы только на нашем языке. Сердце. Средина белья. Желудок. Жизнь. Желчный. Желтого цвета чакра здесь находится. Они очень легкие. Нет же этого не… Человек, который легко думает. Он легко дышит. А кто легко дышит, тот никогда не болеет. Поэтому воспалив легких у тех, кто тяжело думает. И целители знают этот момент. В наш язык заложено это. Печень. Печень. Она разогревает кровь. Это функция печени. Печень на 2 градуса выше остальных органов тела. И западная медицина этого не знает. У них как печень? Ливер. Полбасу делали. В пендюре тебе. Вырезать печень и в пендюре. Что такое предстательная железа? Предстать. Более того, матка. Материя и ка душа. В матке формируется энергия и материя. Есть слово неприличное, но оно очень правильное. Оно стало неприличным. Вообще мат стал неприличным с переходом к христианству на Русь. Потому что эти были слова солнечного века нашего золотого. И они совершенно другое означали. И вот целка. Целая душа. И это закрывает энергетически женщину. Бывает так, что женщина сначала с одним человеком, а рожает ребенка на другого. И в ребенке обязательно будет немножко энергия первого. Но это известно только волхвам и мудрецам. И она у нее будет не слезуха. Что произошло? Родничок. Родничок. Родниковая энергия заходит сюда. А как по-русски? Тот. Верхушка. Верхушка, мезушка. Их интересует это как части туловища. Их это не интересует с точки зрения функции. Как медведь по-русски. Ведающий. Не ведающий медом. Он не за сладочкой. А ведающий, что делать с медом. Смотрите, какая суть. Как по-английски. В бурый. То есть, сверхся. Было такое слово. Бер. Вверх. Вот брр, брр, брр. Опасность. Брр. Но, брр, говорить неудобно. Старик говорит, берр. Берр стал дух стихии. Считался. Бог разбудил. Вот если мы сейчас передеремся, все разбросаем, вот отрежем кондиционер. То у нас разбушевался дух берр. Ассоциировался он с шатуном дух берр. С медведем шатуном. Разбушевался. С берлоги выгнаны. Поэтому лежащий берр. Берр блока. А где берлоги делались? В сугробах. А сугробы где наметались? За дерево. И дерево называлось берза. Потому что за берром стоят все. Самое беррожье место, где в Европе. Берлин где стоит. И когда я рассказывал об этом немцам, они говорят, а у нас медведь на гербе Берлина. Правда? Только вы не знаете, откуда он пришел. А на острове Люген, Руян по-русски, Буян в сказках Пушкина, я был в Германии, это неподалеку от Германии в Балдийском море, там капище сметолита стоит. И немцы сегодня знают, что там жили славянские люди. Там жил славянский народ, но появление готов задолго. И волхвы говорили, не ставьте здесь село. Дух Бера разбудите. Поставили. Назвали беррожье. Тогда волхвы говорят, раз уж вы поставили, прибавьте хотя бы и не окончательное. Уравновесить. Дух Берли. А потом они вообще потеряли мягкий знак, и стал Берлин. И разбушевавшись, Дух Бера выплескивал на нас волны. Агрессия. В течение двух тысяч лет. О чем предупреждают волхвы. Вот какие интересные вещи существуют. Еще интересное слово. Поросенок, о котором я вам рассказывал. Рождается свинья. Как рождается русский язык? От звука природы. Вот родилась свинюшка. Хрюш. Хрюш. Шар. Шар, заткнусь. Дают есть ей. А рождается ребеночек, детеныш. Как его называли? Старинное русское слово похрюшонок. То есть похрюши родившиеся. Но биоритмы сжимаются, выбрасываются лишние буквы. Так вот балласт выбрасывается. Реставляться поросенок. А туда переходит порт. Еще раз сжалось свиньи. Свинина позднее слово. И от дешевого мяса ее ели с вино. И поэтому свинина называлась. Но у нас целый веет в слов еще. Потому что хрюши дают в корыте есть. И говорят, хрюша на. И корыта называется хроня. А на зиму кладут продукты туда. Отсюда сохранить. Сохранность. В конце концов сберкасса, где хранятся деньги. Камера хранения. И что интересно. В генетике нашей эти знания есть. До сих пор деньги храним в поросенке. Какие у нас удивительные есть знания в генах. Мы знаем больше. Но надо активировать. И вы сегодня, если будете кому-то рассказывать. Вы не запомните, что я говорю. Не имеет никакого значения. Знайте другая история. Дальше я вам расскажу про язык. То, о чем вообще. Даже не хрюши. Вот я по телевидению не могу сказать. Вот, например. Язык возник не потому, что надо было трудиться. Маркс не прав. Детей рожать. От любви родился язык. И поэтому первыми словами было обозначение божественных сил, как ран, огонь, труд, или тр. И обозначение половых органов, потому что рожать надо было. И вот мужской половый орган назывался Ла. Почему? Потому что заклиная его в период весеннего равноденствия, перед тем, как рожать детей, били Ла-Ла-Ла вокруг него. И поэтому он назывался Ла-Ла. А женский половый орган до сих пор, кстати, попса поет Ля-Ля-Ля-Ля. Но они не знают, что это. Просто Ла это большой, а Ля-Ля это как и по всем. Это так, ля-ля-ля. И вы, я надеюсь, это будете распространять? Да ради бога. Да ради бога. Но я ничего плохого. То, что я говорю, вообще, казалось бы, фантазии. У нас либо израиль. Ну, очень много. То есть не израиль. Я понимаю. Но. История. История сохранится. А женский половой орган назывался внешний. Половой орган назывался дар. И вот отсюда слово дать. Дающее зад, задар находящийся. И отсюда замечательное слово, приятное нашему другу. Лада. Приладится, наладится, сладит, поладит. И даже машина вроде фуфло. А когда нас валили? А нас валили вроде ничего, да? Ну, как и приятно слышать. Это в нас заложено. Это вибрации. Русские слова это вибрации. Если вы утром будете говорить вот так солнце в руки, и говорите «Ура!», этого достаточно. У вас весьма только низким голосом «Ура!», чтобы прошибало, чтобы кундалии не поднималось. «Ура!» или «Живо!» или «Папа, мама!» «Радость». Есть слова, которые не надо даже молиться. Потому что молитва это информация. «Боже, дай мне чего-нибудь». Кстати, слово «Господь» нехорошее слово. «Господин». Никогда Творец нас не создавал рабами. Это нам потом дали это слово. Вместе со «Спасибо». Творец, Бог, Боже, Всевышний, но не Господин. Он вздрагивает, когда его называют Господином. Потому что он хочет, чтобы мы были по его подобию творцами, но никак не Господином. Вот оно, Таргашеское мышление. Оно ввело нам вот эти слова. И далее. От слова «Господи» и так далее. Ну вот оно неправильно. Оно неправильно. Да, оно неверное. Оно, вернее так, пока я вам не говорил, оно верное. Вот так сказать. То есть, ради Бога, невинный овца, который не знает. Но, если знаешь уже, я исключил из всех молитв Слово Господи. Исподнее, Испод, это вообще из другого мира. Это вообще не тому молитв. Даже не хочу говорить кому. Мое мнение. Принимайте, нет. Ваша интуиция вам подскажется. Откуда, кстати, слова «чу»? «Чу» — это интуиция. Чудо, чутье, чувство. Получу родившийся. «Ча» — «Ча» — «Ча» — «До», «Ча» — «До», «Ча» — «До», «Луч» — «Откуда» — «Быше» — «Изда». И интересно, что семя мужское называлось «Ва». «Ва» — это язык начала палеолита. Еще нет слов. Это звуки сложились в атомы слов. То есть, в дифтонге. То есть, в слоге. И вот один из таких дифтонгов — «Ва» — это семя. Отсюда «Вау» — «Издержание семя». Отсюда «Лава» — «Стекает». Отсюда «Валакано». «Валакано». Потому что «Валканы» ассоциировались с деторождающей сущностью Бога Ра. Так же, как и Солнце. И, извините, я уж раз такая пьянка пошла ночью, я вам еще больше скажу. Яички мужские назывались «Ко-Ко». «Ко-Ко» нанесет яички. Поэтому «Ко-Ко» — полный набор мужских кровей. Гениально, да? Поэтому, когда называют «Ко-Ко» напиток, его все начинают погубать. А когда «Шанель Ко-Ко» взяла себе, бабы раскупили напрочь всем. Мы же на вибрация заложим. Интересно, что «Ко-Ко» называлось Солнце, потому что это деторождающий орган Бога Ра. Он оплодотворяет. И первые игрушки, я их видел, раннего полярита, это мужские половые органы из камня. И назывались они «Ко-Ко-Ла». Что такое «Клан»? «Ни» — это принадлежность. «Ко-Ла-Ни». «Ко-Ла-Ни» — принадлежащий к одному органу. Евреи перевели их правильно. У них 12 кланов. Они перевели 12 колен. Это кланы были. Но они взяли позднее слово «колено» от слова «кол». Дело в том, что то, что я вам сейчас говорю, атомы слов, это, скажем так, 100 тысяч лет до нашей эры. Я не могу и тот же сказать. А потом, слова меняют смысл. «Кола» стали называть «Солнце». Поэтому все круглое стало, перешло на «Кола». Около, колодец, колодец, колесо. Все, что круглое, стало «Кола». Коленная чашечка. Здесь круглая чашечка. И поэтому колено. Вот это от круглого. И евреи неправильно перевели. Получилось, у них 12 колен. И никто не может понять, какие колена. Какие колены. Это кланы. Очень много слов и становится понятным. «Слава». «Сё, то, сё, сё, ла, ла». То есть, у кого больше детей, тот и славен. Вот откуда. А «Авы» уже потерял. Какой был самый большой народ? «Слава», «Янгин». Вот кто был. К слову «слава» добавлено «Янгин». Уравновешивая «Славь», «Янгин». «Крест», «Янгин». Какие слова хорошие. Рабочие. Адвокат от слова «Ад». Министерство от слова «Стерна». Вообще. Удивительный язык. Вот так точен до сих пор. Видно, где же такая мразь оказалась. «Армагидон». Только на русском языке расшифровывается. «Ар», «Земля», «Мат», «Волшебство», «Дон», «Жидкость». Ощущение волшебной жидкости реки. К нам возвращаются иностранные слова, но с нашей. Когда подставляем наши корни, принимаем настоящий их смысл. Вот какие интересные друзья мои. Я, честно говоря, не знаю, чего вам дальше говорить. Я мог бы еще много чего рассказывать. Но, если хотите, задайте какие-то заключительные вопросы, дабы как-то подвести итог этого. Я сегодня в театре услышал, что вы выпивали. А для России это большая беда. И вот вопрос такой, как удалось преодолеть? Почему пришло осознание, что вот, кстати, надо завязать? Я выпивал, да, я выпивал, я очень любил пушкинское время и думал, что я гусар. Оказалось, что я просто пьяный. Два раза я встали. Почему я об этом говорю спокойно? Потому что человек, который признал свои ошибки, может спокойно об этом говорить. Это действительно моя ошибка. Я разрушил свой организм, мне пришлось этим организмом заниматься. И это какой-то был интересный посыл мне. Боль – это Божья любовь. Поэтому Бог посылает свою любовь через знаки, через боль. Но человек принимает таблетку, не чувствует знаков, и у него переходят в болезнь. То есть боль по жизни. И даже в этом есть суть. Я поражаюсь русским словом. Слово «спорт». Спорт – тело. То есть тела спорят, мозгу нет. Это совершенно беспредметно-бесперспективное занятие. Физкультура, физический культ – ура! Одно слово не очень хорошее – культ. Дети выбрасывают, говорят, физра. И я когда… Физоспитание? А? Физоспитание. Ну, хорошее слово. Питание. Пит, пит. Слово «пицца» откуда? Питание русское. И я действительно, мне вообще не интересует это больше. Это для меня потерянное время. Как удалось победить? Потому что сегодня в России много творческих людей, да? Чуть-таки страдает, гусарит. И вот какой-то вот, если можно, несколько слов, чтобы помочь им. Я скажу, как, на мой взгляд, можно, но это очень сложно. Ну, можно, конечно, обращаться к врачу. У меня знакомый ходил к врачу, гипнотизеру. Тот сказал, значит, сто долларов. Тот положил, говорит, будешь пить, умрешь, сука. И все, и все. На этом гипноз закончился. А я сидел в соседней комнате. И через месяц, ну, все-таки жутко, а через месяц. А он мне звонил, говорит, значит, я не пью. Я говорю, слушай, и я не пью. И на меня попало. Сейчас, сейчас отвечу. Но я считаю, что вообще человек занятый своим. Вот что такое рок? Сейчас, рок. Есть судьба, это суть. Суд Бога. Это такое слово. Судьба. Это приговор. Приговор какой-то. А есть рок. Рок. Это то, что должен прожить каждый человек. Урок свой. Рокировка, смена судьбы. Получается. Отсюда врок. Это все, что в правильную судьбу. И вот если человек нащупает свое, он пить не будет. То есть человек, который живет. А как нащупать? Все, что радостно, то правильно. Ведь слово удовольствие неверное. Слово удовольствие от слова ут. Ут это. Вот когда пола стала круглым, ут означало член. Удовольствие это по воле члена. И удовлетворение это по воле члена. А есть радость. Женское чувство. Мужское удовольствие. А женское приятно. То есть приятелие. В каждом слове есть волшебство просто завораживающее. Что такое ладья? Дья – это бурные энергии завихрели. Все это дьявол. Вол сила. Дьявол. Ладья по ладу через быстрину проходит. Что такое корм? Кормило – это весло. У лодки оно проводит вас. И вот так любое слово в русском языке. Этого нет ни в одном языке. Как можно было нас называть, чтобы с приходом варягов у нас началась жизнь? Это сделали немецкие ученые, которые были при Екатерине. Один человек знал правду. Не, они знали многие, но один человек поролся за эту правду. Это был Ломоносов. И его отравили. Отравили немецкие ученые. Он даже подрался однажды на заседание Академии с кем-то. Потому что он все это знал. Его друг Шишков тоже многое из этого знал. Ничего не смогли сделать. Русский язык стал. Самые страшные потери были во времена Петра. Петр изменил еще раз азбуку. В первоначале нашей азбуке было 144 буквы. Потом ее все время уничтожали. Как сегодня борются еще против одной буквы. Против буквы Е борются. Йо. Это сильный звук. Йо. Бо означало. Бо-бо. Это действие. Бо. Действие. Бо-бо. Сильное действие. Е. Вот А. Е. Усиление. Усиление. Е. Бо. Это сильное действие. Е. Бо. Ра. Действие. Бо. Ра. Извините, отсюда вот это слово. И более того. Квантовая механика заложена в основу русского языка. Вибрация через Е было. Коль ебанья. Коль ебаньями Бог создал мир. Поэтому Николай Ебич, Игорь Ебич, кто рожал, коль ебаньями переебенка. Но переушло в ре. Сократилось со временем. И одно слово наше прозевали. Мужская суть Бога Творца, мужская половина, называлась это, простите, Ебун. И отсюда моль ебен, молитва к Ебуну. Прозевали, не знаю. Блаженная дива стала. Блада, 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 Блада. Звали татары. Вот откуда сказали, что в мат пошел и татар. Да это чистая женщина была, которую просто не могли подвертару произнести блаженного. Говорит, Блад, Блад, Блада, Блада. Вот так проделось это слово. Петр наносит страшный вред России. Но он пропьярил Западом, потому что он подложил нас под Запад, под Голландию, со своей форточкой пробудренной. Петр, во-первых, у него не росла борода. И поэтому он шутко комплексовал. Он был очень слабым мужчиной. Поэтому он создавал легенду о себе, как как половом гиганте. Рубил головы, брил бороды. Рубил головы, чтобы показать. Казнить собственного сына. Это страшнейшее преступление. И целый рот от него романовых пошел. Ведь мы же не задумываемся над этим над всем. И, конечно, он нанес неповторимый вред. Он убрал еще много из русского языка букв. И русский язык превратился в старославянский вариант. Тяжелые слова, тяжелое мышление. Ломоносов, Шишков, Державин. Хотели вернуть это все. У Державина не хватило таланта. И когда он увидел Пушкина, Державин аж заплакал. Он увидел вот этот пацан. Вернет Россию пустым языком. Если бы Пушкин написал только Евгения Онегина. Хорошее произведение. Замечательное. Пересказать не очень хочется. Пушкин был бы улучшенным батюшками. А он написал Руслану Евгению. Сказку о царе Салтане. Он написал поп и балда. Откуда? Арина Радимова. Она была у Ахвички. Что сделал? Почему Пушкин гений? Мы говорим гений-гений. Но не каждый может объяснить. Один Пушкин вернул всю Россию к истинному народному языку. От старосветского языка. От светского языка. И мы мгновенно получили. Толстой, Чехов, Достоевский, Лерона. Такую плеяду величайших людей получили. А и один человек в поле боя, если поле созрено. Без всяких постановлений про митинство. Представляете, Путин бы издал указ. Ошибить русский язык. И ментам бы поручили эту... Завалено все было бы напрочь. Вот чем гений-гушник. Поэтому в России сегодня надо немедленно... Господин, не буду говорить это плохое слово. Дорогой Владимир, надо ставить памятник Алине Родиона. Потому что она нас спасла в определенный момент. Я разговаривал с учеными, которые знают то, что знаю я, но может быть не в таких объемах, а не ученые. И один из них меня спрашивает, откуда вы знаете, сколько лет вы занимаетесь? Я говорю, да года два. А он говорит, я 30 лет, я не знаю. А потому что они не признают своих ошибок. Они друг с другом спорят, какая руна правильная. Может я что-то ошибся, это вообще не будет значения. Имеет значение самое главное, смысл. Вы спросили про людей. Я обязательно должен сказать, что в России всегда великими становились те, кто умели свои ошибки замечать. Россия никогда не долетит до пропасти. Это не возможно... до дна пропасти. Она будет лететь, лететь, а до дна. Потому что всегда появляются люди. Суворов, Жуков, Минин Пожарский, Сергий Радонежский, Королев, Дальф, Пушкин, Арина Родионовна. Многих, кого мы не знаем. Я назвал людей, которые... Эти люди обозначены в великолепных романах Алексеева, Сергея. Возьмите сокровище Валькирии, почитайте первый роман, лежащий у солнца. Стоящий у солнца. Но без него не читайте, без первого романа, за него. Он их называет, этих людей, Гойи. Гой, от слова Го, идущий. Гой, Иси, добрый молодец, говорила, говорил у Бабы Ягар. А Йог, обратное слово Гой. Почему я сон, потому что вы сказали, сидеть в монахах, есть свой смысл. Они определенную вибрацию создают. Но значительно почетнее, оставаясь здесь, делать что-то. Потому что Йог, это ушедший в себя. Мне говорят, вы Йог, буддисты. Я говорю, я никогда в жизни не был буддист. Потому что буддизм для меня это эгоистично слишком. Это уйти в себя и наслаждаться внутри. Радости нет. Будда, от русского слова буддить, он как будильник был. Потому что он был арием и голубоглазным. И он говорил, не ставьте золотые статуи мне никогда. Вся Индия в золотых статуях. Они тоже предали основу своей религии. Хотя они и существуют пять каст. Знаете, у них есть несколько каст. И главное волшебство. Брахманы, потом идут воины, потом идут слуги, а потом торгаши. Торгаши должны быть, но они должны по нашим законам играть. А потом неприкасаемые. И когда приехал один из послов США к Индире Ганди, говорит, у вас только у количества бедных, у вас же революция будет. Индире Ганди говорит, у нас никогда не будет. У вас будет революция, ради чего у нас. Потому что наши люди живут в нашей вере. Они неприкасаемые понимают, что они в этой жизни должны так прожить, чтобы следующие, потому что они допустили грехи в прошлой жизни. И поэтому это ведическая вера наших предков. Не религия, вера. Вера и религия понятия разные. Я поэтому попросил, чтобы я еще договорил это. Потому что мне хочется сказать, что есть несколько путей, как разбиться. Первое. Услышать знаки болезни. И найти способ слушать врачей, но по самому себя делать. Второе. Находить свои ошибки. Способ. Обязательно. И оценивать их. Я запрещаю своему штату сотрудникам вырезать оскорбительные письма из моей электронной почки. Противно читать, я вам честно скажу, но всегда чего-то правильное есть. Вы негодяи, вы Америку клеймите. Действительно, я не прав, потому что так просто клеймить народ нельзя. Для красного словца я иногда перебарщиваю. Потому что про народ так говорить нельзя, каким бы он ни был. И часто люди правы бывают. Второе. Есть еще тайны из вещей. Например, мужчина только тогда открывается по рассветлению. Если он может с любимой женщиной провести ночь в постели, не тронуясь. Тогда он сумеет от этого отказаться, в нем появляется сила. Сила в отказах. Не только от женщины. Если вы откажетесь однажды от больших денег, нечистых, вы сильнее станете. Один индус, астролог, попросил меня, говорит, можно я ваш гороскоп посмотрю? Что-то там странное. Я ему дал данный, он посмотрел, говорит, вы очень много потеряли. Вы не стали, вы не богат. Вы потеряли богатство, вы потеряли власть, вы потеряли политику. Я говорю, какие даты? Он мне назвал даты. Все даты, когда я приобрел. Точные, но со знаком наоборот. Потому что его гороскоп выстроенный бизнесмен. Я потеряю, теряя, я приобретал. У меня была сделка на нефть, я вырухолодил фондом. И сидело 11 человек, 12, не помню. Вы знаете, я первым встал и сказал, ребят, я не могу в этом участвовать. Да, у меня таможенные льготы, но идите в другой фонд. Я не могу, я Борис Николаевич обещал, что воровать не буду. И пацаны помнили. Даже пацаны там были, говорю, точка зрения понятна. В живых осталось 2 человека с этой встречи. Один из них я, потому что первым встал ушел, а второй уехал в Америку, сделал пластическую операцию и никогда в Россию не возвращался. А те пошли в другой фонд и этот фонд взорвали на плавниче. Потому что была нефть, которую я достал в Сургуте. Ее надо было потом поделить вместе с таможеном, и я отказался. В отказе просветления. Вот это очень важно. Но не каждому это дано. Для этого надо будет. Нужна быть сила. Что такое сила? Все. Ла. Где-то я читала, у женщин наоборот сила появляется. Вообще, если вы затронули эту ночную тему, я хочу вам сказать, женщины живут дольше по одной простой причине. Спасибо. Знаете? Они семьи не извергают из себя. Самая лучшая встреча мужчины – это его семьи. Потому что это для рождения ребенка. Это самый качественный его талант. И когда наши олигархи пытаются каждый вечер поймать бабу и, извините, испытать оргазм, они стареют. И они с каждым оргазмом приближают себя к смерти. А женщины этого не делают. Не, они смысле оргазма не испытывают. Не, абсолютно. Они не извергаются. И поэтому они дольше живут. Американцы не такие тупые. Они узнали, что даосы знают это. И что тантры это знают. И они стали изучать. Они спролили опыты на червях. Оказалось, черви не спаривающиеся живут в два раза дольше, чем спаривающиеся. Есть другие технологии, когда процесс гораздо важнее концовки. И вот кто владеет этим, тот может четыре часа работать на концерте после того.